До Нового года осталось не так много времени. Это значит, что самое время отвлечься от повседневной суеты и заняться приятными делами. Присмотреть подарки себе и близким людям, украсить дом праздничными элементами декора и подумать, как встретить сам праздник, чтобы он не просто запомнился, а стал хорошим началом чего-то нового и светлого. Очень важно в преддверии Нового года зарядиться хорошим настроением. Но для каждого человека источник положительных эмоций свой. Естественно, мандарины, елка праздничная, огоньки, сама обстановка города, очень ярко, всегда красиво, новогодняя музыка, новогоднее настроение и очень много всегда эмоций, впечатлений, ну и, конечно же, погода и снег. Какая должна быть идеальная погода на Новый год? Это же, конечно, чуть-чуть мороз, чтобы много снега, как раньше было много снега, всегда очень было красиво, ну то, что сейчас. Ну, будем смотреть, какая погода, каждый Новый год всегда по-разному, будем надеяться, что хорошее будет. Во-первых, елка на Ленину создает настроение. Ну, Новый год, чтобы был снег, хотя бы минус 5 градусов мороза, чтобы ощущалась зима. Обычно в Синеокой настоящая морозная зима начинается не строго по календарю. Однако в этом году первый снег порадовал брещан уже в начале месяца. А ведь новогоднее настроение у многих людей возникает именно тогда, когда они наблюдают за медленно падающим снегом, ровно ложащимся на землю и создающим приятный хруст под ногами. Я считаю, что идеальный Новый год – это чтобы встретиться со своей семьёй, подарить своим родным радость, чтобы во всём чувствовался праздник, встретиться, подарки, внучку порадовать чем-то. Ну вот и... Скажите, а погода какая должна быть? Ну, вы знаете, конечно, хочется снежка, хочется зимней погоды хорошей, но, в принципе, если даже и погода не очень хорошая, мы себе сами создадим радость своим хорошим настроением. А знаете ли вы, что абсолютный минимум в городе над Бугом был достигнут в далёком декабре 1930 года, было зафиксировано 26 градусов мороза. А вот тоже абсолютный, но декабрьский максимум, когда воздух прогрелся до 14 градусов, тоже в далёком 1961. Синоптики в этом году говорят о том, что декабрь не станет рекордсменом, будет всего лишь на 1 градус теплее обычного. Это значит, что брещане не успеют сильно замёрзнуть, как, впрочем, не сильно-то и согреются. Ведь настоящие новогодние праздники предполагают умеренный морозец и пушистый снег, обеспечивающий приподнятое состояние духа, ожидания подарков и чудес. Декабрь – это переходный месяц, в такой переходной зоне он находится, поэтому и оттепели для него характерны, и усиление морозов, метели, ветер, вот то, что мы наблюдали. Поэтому, если смотреть неделю предстоящую, то, в общем-то, неустойчивый характер погоды, снег, мокрый снег, в отдельные дни дождь, к сожалению. Однако важно помнить, что главное – неразвешенные по всему городу гирлянды и даже не снег, хотя это тоже немаловажно. Главное всё же то, какая погода внутри нас самих.